ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приветос, амигас! Где-то полгода назад, ну, примерно плюс-минус пара месяцев, я грозился сделать видео про звуки в крупнейших танковых играх, скажем так. Ну, люди с более-менее здоровой памятью наверняка об этом помнят, а некоторые нет-нет, у меня даже спрашивали время от времени. Ну, где же? Ну, где же этот видос? Ну, почему же у вас всё так долго? Какой бардак, я буду жаловаться. Отвечаю, я ждал, когда же в армату завезут звуки. Новые звуки, потому что, ну, завести их должны были, во всяком случае, ибо звук был выстрела один на все орудия, кроме автопушек, движок был один, гусеницы скрипели у всех абсолютно одинаково, и вот армата, наконец-то, звуками разродилась. Не то, чтобы это были, ах, какие звуки, они всё ещё так себе, подробнее я расскажу о них чуть попозже, но всё-таки ждать больше сил и смысла, в общем-то, уже нет. Итак, давайте послушаем, в какой же игре звуки самые лучшие. Ну и начнём, пожалуй, с War Thunder, потому что от этой игры я ждал намного больше, чем от других, потому что, ну, в игре офигенная графика, всё классно оптимизировано, вообще, ребята в этом плане работают на совесть. Геймплей у них, конечно, на редкого любителя, но в визуально-техническом плане всё просто отлично. Итак, начнём с движков, слушаем. Ну что ж, звуки у движков, как вы слышали, разные. Самое главное, они громкие и сочные. Из режима прицеливания звук меняется. Он становится громче, меняет свои акустические свойства и таким образом создаёт эффект непосредственного присутствия игрока в танке. Звук движка такой громкий, что он даже глушит звуки движения башни и наводки орудия. Но если вы остановитесь и начнёте прицеливаться, то услышите и их. В общем и целом, звуки движков в игре отличные. Они очень громкие, поэтому слышно двигатель не только ваш, но и танка, который едет с вами рядом. Когда с базы, с респея танки разъезжают, состоит просто самый настоящий рёв. И это очень правильно, и это очень здорово. Движок почти вовремя начинает реветь, когда танк едет с подъёма, особенно если танк очень тяжёлый. Кроме рёва, слышно звук работы двигателя всех вот этих механизмов. Исправно поскрипывают гусеницы. Звук гусениц при движении по грунтам и при движении по асфальту немножко отличается, как мне показалось. Не так, чтобы прям заметно, но отличается. Пока, в общем-то, всё в полном порядке. Переходим к звукам стрельбы. Звук гусеницы. Попал! Звук гусеницы. Движение. Попал! Вот я прям клянусь своим левым яичком, что звуки эффектов, звуки стрельбы и звуки двигателя у меня выкручены на максимум. Я ничего специально не настраивал. Но при таких настройках, мне кажется, что у КВ двигатель ревет громче, чем у этой английской ПТ-шки пушка стреляет. Очень сложно сказать. Наверняка громче звучит выстрел из режима прицеливания или так же. По-моему, разница там просто какая-то минимальная. На мой взгляд, так вообще звук один и тот же. Даже акустика никак не изменена. Так что то, что выстрел я этот показывал со стороны, вообще не роляет. Вдобавок могу сказать, что вот звук мотора как раз-таки из режима прицеливания, вот он в два раза громче, чем со стороны, как мне кажется. Так что если сравнить звук движка КВ из режима прицеливания и звук выстрела вот этого британца, то там вообще уж стрельбы слышно не будет никак. Но, может быть, это какая-то особенная тихострельная английская пушка легендарная. Я вот не знаю. Давайте послушаем, как стреляют остальные. И все-таки из режима прицеливания выстрел звучит громче. Но, как я и сказал, разница самая минимальная. Что в акустике, что в громкости. Вот почему движок звучит в два раза громче, а выстрел совсем-совсем чуть-чуть громче. Громкость радиопереговоров также у меня стоит на максимуме. Я вот просто нужные мне звуки сразу на максимум поставил и начал записывать. И почему-то голоса танкистов также глушат выстрелы. Я не уверен, что это правильно и что это так и должно быть. На мой взгляд, наиболее правильными настройками звука будет громкость движков где-нибудь 70-75%. Громкость радиосвязи где-нибудь 65%. А громкость выстрелов 100%. Вот тогда звуки будут звучать на одной громкости. А вообще-то выстрелы должны быть даже громче. Громкость радиосвязи. В общем, соотношение громкости звуков это всё лирика, потому что всё это настраивается и всё регулируется. Благо настройки звуков в игре очень даже гибкие. То есть всё остальное убавил, выстрелы прибавил, прибавил звук на колоночках. Вот тебе и результат. Всё нормально. Сами звуки выстрелов, надо сказать, что довольно-таки неплохие. Все пушки тоже стреляют с разным звуком. Чем громче калибр, тем басовитие и раскат, собственно, этот после выстрела. Другой вопрос, что соотношение звуков выстрела между стрельбой от третьего лица и стрельбой в режиме прицеливания уже никакими настройками вы не исправите. То есть недостаточно ярко выражен звук в момент стрельбы из режима прицеливания. Нету вот, знаете, эффекта такого, что это ты из пушки выстрелил. Да, он там чуть-чуть типа погромче звучит, но совсем чуть-чуть. А как же акустика башни? Ну, то есть это, не думаю, что это суперсложно обработать звук в эквалайзере таким образом, чтобы звук был такой, что вот прям эффект присутствия, что вот прям это ты из пушки бахнул, послал снаряд, несущий смерть в сторону своего противника. А нет, ну, тут просто на какие-то пару децибел, там, даже мили каких-то децибел, очень-очень чуть-чуть просто звук стал громче. А должны там затворы щелкать, гильза должна падать с таким лязгом, как будто вот она мне под ноги упала, прям под компьютерным столом. Однако всего этого почему-то нет. Ладно, переходим к звукам попадания снарядов в танк. То есть в ваш танк эти звуки самые интересные, потому что их записывают иногда самым своеобразным каким-то образом. Давайте послушаем, что получилось у Гайджин. Вот, допустим, звук попадания пулеметных пуль по броне похож на какие-то жестяные крышки или колокольчики, по которым бросают камешки. А сейчас, по-моему, чем-то ударили стопку сковородок или что-то типа того. А сейчас, по-моему, как-то ударили стопку сковородок или что-то ударили стопку сковородок. А сейчас вообще три звука сплели в один. Сначала что-то звякнуло, потом что-то взорвалось, а потом уже был удар кувалдой по пустому мусорному баку жестяному, что-то типа того. Ладно, в общем и целом тут все понятно. Это набор каких-то звякающих, игрохочущих звуков, набранных из каких-то подручных средств, либо из того, что было. Могли бы эти звуки быть лучше? Да, могли бы, но записывать их для этого пришлось бы на полигоне с участием танков, военных и так далее. Это, ну, накладно, скажем так. Куда больше расстраивает отсутствие, знаете, оглушения, вот эффекта оглушения танкистов. Я уж молчу про отсутствие контузии в случае, когда одного или нескольких сразу, тем более, выводит, да, что должен какой-то свист в ушах стоять какое-то время. То есть, вот если вы включите кроссаут и там в бою рядом с вами взорвется вражеская или союзная машина, вы этот эффект услышите. Здесь, даже если вас с горкой засыпят авиационными бомбами и все они разом сдетонируют, подорвав танки в вашу задницу, вы ничего такого не услышите. Тот звук, который сопутствует вашей смерти в этой игре, ну, он не похож на звук, на последний звук жизни вашей техники в игре. На тот резкий, громкий, пронзительный и фатальный звук, который свидетельствует о том, что вашего танка больше нет в живых на поле боя. Вместо этого, да, какой-то грохот есть, но он мало чем отличается от обычного пробития, по-моему. А взрыв танка, который иногда за ним следует, ну, он, опять же, на мой взгляд, очень тихий, мог бы быть и погромче. Далее переходим к звукам, что называется, из раздела «Прочие». Вот сейчас танк, упав с высоты на камень, а затем и свалившись в воду, как-то вот он звуком невыразительно показал удар об эти поверхности. А вот перед танком высыпали авиационные бомбы, о которых я только что говорил. Давайте послушаем на звук их взрыва. Ну, согласитесь, это было крайне стрёмно. Сначала беззвучно в землю воткнулся самолёт, не издав при этом абсолютно никакого звука, причём посмотрите на эту громадину. После чего практически бесшумно взорвались его бомбы. Не знаю, может какие-то особенные волшебные бомбы с глушителями, я хрен его знает, но звука взрыва не было. Вот просто не было. Ни звука взрыва самолёта, ни звука взрыва бомб. А теперь давайте послушаем на звук, с которым танк преодолевает какую-то водную преграду. Что ж, в принципе, довольно неплохо, а теперь та же самая водная преграда ушами наводчика. Это тот же самый звук, под акустику танка он никак не обработан. Офф-топом, кстати, хочу заметить, что, блин, чуваки, у них в следах от танка реально вода скапливается. Мне кажется, что в АВ-шке, что в картошке, вы такого никогда не увидите. Вот у пулемёта почему-то смена акустики достаточно ярко выражена. Что не скажешь о выстрелах из пушки и о преодолении водных преград. Ну и то же самое о попадании вражеских снарядов в танк. К слову, общие фоновые звуки довольно неплохо создают такой эффект присутствия, скажем так, на войне. И самолёты шумят, и слышно, как союзники стреляют, враги стреляют. Если рядом проезжает танк, вы слышите лязг гусениц там и рёв мотора. Всё это вместе сливается в такой, скажем так, нормальный военный оркестр, который вот шумит всеми своими инструментами. Завершенный сиранин! Цель уничтожена! Так, а звук столкновения с техникой-то куда подевался? Ну да, его нет, причём вообще нет. Не то, что вот он плохой, а его просто нет. Всё-таки звук ушами наводчика, скажем так, он немножко странноватый. А где звук, с которым камни бьются по броне? Где звук, с которым железный забор скрижещит по броне? То есть, ну, чего-то всё-таки не хватает. Ну, в общем и целом, звуки в War Thunder неплохие. На количество разнообразных звуков игра достаточно богата. Другой вопрос, что над некоторыми звуками всё-таки нужно немножко поработать. Над взрывами бомб, над звуками, с которыми рядом с вами врезается в землю огромный бомбардировщик. И обязательно над эффектом оглушений и контузий танкистов. Вот без этого, ну, прям вообще никак не играется нормально со звуками игры. Приходится включать радиоулитку. А здесь, да, в игру, кстати, встроена радиостанция, и все могут разом слушать одну и ту же музыку в бою. Просто включив её в настройках звука. Мелочь, а приятно. Ну и баланс звуков в игре, собственно, тоже нужно калибровать своими силами. Я не знаю, насколько он хорош изначально. Я просто выкрутил все нужные мне звуки на максимум, чтобы мне не пришлось их во время монтажа усиливать. И отдельно настраивать каждый выстрел, каждый скрип. Это всё было бы очень геморройно и крайне долго. Поэтому я просто всё выкрутил на максимум и записал звуки такие, какие они есть. Перенесёмся в Armored Warfare. По умолчанию звук в игре настроен таким образом, что звуки выстрелов, взрывов, двигателей и всего такого прочего настроены на максимум изначально. Так что даже менять ничего не пришлось. Если говорить о звуках двигателей, то кардинально различаются, в общем-то, только два типа движков. Это газотурбинные и дизельные. Вот они между собой по звукам типа различаются. Всё остальное звучит, ну, практически одинаково. Абрумс Кстати, отчётливо слышно, что в подъём Абрумс начинает скрипеть. Как старая тележка из-за Ашана. Раньше такой звук издавали абсолютно все танки на протяжении всего движения. Кстати, обратите внимание, что ушами наводчика звук движка в улитках слышно в два раза громче. В Armored Warfare же наоборот. Его слышно в два раза тише. Я, конечно, не эксперт, может, всё дело в звукоизоляции двигателя на современных танках, но это Т-72, я бы не сказал, что он такой уж современный. Так же отчётливо слышен шелест песка под днищу танка, но он слышен абсолютно на всех картах. Даже на тех, где песка вообще нет ни грамма, а есть только трава, и там мокрая, и всё равно там вот слышен этот звук. В общем и целом, звуки движков, что ушами наводчик, что от третьего лица, напоминают звуки, знаете, дорогой такой элитной американской дальнобойной фуры. Что внутри там звукоизоляция, а снаружи такой элитный гул движка. Да, и то, что это едет гусеничная техника, по сути, выдаёт только поскрипывание траков. Только что мы прослушали звук запуска газотурбинного двигателя. Хотя в игровых ТТХ указано, что движок на этом танке дизельный. А может это запускало движок, стоящий рядом Армата? Так, по ТТХ у неё опять же движок дизельный. Ну, на самом деле и там, и там движок газотурбинный. А на подобные косяки в описании игры уже давно-давно никто, в общем-то, внимания не обращает. В конце концов, это не самая большая беда. Хотя, по большому счёту, тут всего-то и надо, что открыть Википедию и скопировать оттуда тип двигателя и его мощность. Но нет. Тот же самый Абрамс и теперь почему-то звука запуска газотурбинного движка нет. Всё дело в том, что это режим ПВП, а тот был ПВЕ, то есть против ботов. Вот там почему-то звук запуска газотурбинного движка есть, а здесь его нет. Почему? А хрен его знает. Может, чтоб не раздражал. Ну что ж, давайте послушаем звуки выстрелов. Ну, вполне себе громкий и смачный такой выстрел 125-мм пушки. Единственное только, что звуки выстрелов от третьего лица и звуки выстрелов из режима прицеливания абсолютно одинаковые, вообще никак не обработанные. Ни громче, ни тише точно такие же. А это выстрел 140-мм пушки, уже как-то совсем уж громко и чрезвычайно басовито, буквально на пределе моих колонок. Вот на что больше похож этот звук. Ну а в АВ с таким звуком стреляют 140-мм пушки. И это ещё не предел, потому что на Армате стоит 152-мм дура. Давайте послушаем её. Мне кажется, у счастливых обладателей сабвуфера от таких выстрелов он начинает по полу прыгать. При равной громкости звуки выстрелов в Армате глушат просто всё. Ну, в общем-то, это, наверное, и правильно. Другое дело, что сами звуки выстрелов крупнокалиберных стволов в игре, ну как-то слишком уж брутальные. Вот такое чувство, что это не Армата стреляет, а какое-то береговое орудие дал у залп в паре километров от тебя. А теперь давайте послушаем звуки попадания снаряда в танк. Нашу броню пробили! Согласитесь, что звуки пробития и непробития вашей брони мало чем друг от друга отличаются. Звук того, что ваша броня пробита, он как бы не несёт угрозы. Как будто вам урона вообще почти не нанесли. Рикошет, ну, чуть-чуть отличается тем, что слышен как бы свист вот этот рикошетный. В остальном борода, конечно, полная. Плюс ко всему, звуки ушами наводчика и звуки от третьего лица, на мой взгляд, абсолютно одинаковые. Также, как и в Тундре, нет звукооглушения вообще никакого, даже когда по вам попадает артиллерийский снаряд. Что же касается звуков из раздела прочее, то, в принципе, в армате к ним придираться нет смысла. Во-первых, их либо нет, либо они плохие. Во-вторых, ну, это же аркада. Это игроки-улитки бегают и повсюду в комментах кричат, что у них-то симулятор. Вот поэтому и спрос вашего симулятора совершенно другой в плане звуков. Если же все-таки поднять вопрос о фоновых звуках в Armored Warford, то у меня вопрос только один. Что это за космический звук и что он означает? То есть о чем он сигнализирует? Я так и не понял. Свои варианты можете написать в комментах. Стрельбе готов! Чуть не забыл про звук вращения башни. Он в игре есть, но он настолько тихий, что его не слышно практически даже в настоящем в тишине танке. В Вегасе при монтаже пришлось этот звук усиливать, чтобы вам его продемонстрировать. Звука вертикальной наводки орудия нет вообще. Если же говорить о нынешних звуках в Armored Warford в целом, то сказать можно только одно. Выстрелы глушат абсолютно все. И монотонную речь танкистов, и столкновения со всеми объектами. Кстати, звук у которых, в отличие от тундры, здесь реально есть. Танк об танк ударяется, и мы слышим звук удара пустого бака из-под мусора. Жестяного вот этого из 90-х. Машины вон даже ломаются с определенным звуком. Единственное, что звук тачки, которую давит танк, такой, как будто трактор переехал бабушке-инсервант с фамильным хрусталем. То есть нет какого-то скрежета, там, ломающейся машины, которую давит моготонный танк. Просто хрусь, и все. Вообще, звуки игры очень подходят для игры под музыку. Когда вы врубаете свой любимый музон, делаете игру потише, и слушаете музыку, и выстрелы, которые делаете вы, и которые делают по вам. А большего для аркадной игры зачастую и не надо. Музыка Музыка Ну и наконец мы послушаем, как в 2016 году звучит основатель жанра танковых сессионок в World of Tanks. Музыка Продолжение следует... 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 ну что же изменения акустики при смене вида определенно есть другой вопрос что это изменение акустики она по моему вообще не в лучшую сторону во первых звуки выстрелов в игре они как бы таскать такие пороховые как будто знаете выстрелил этот средневековая пушка где там пыш порох ядро фитилек там вот у меня какие-то такие ассоциации почему-то ну вы слышите да что когда третьего лица стреляешь слышно вот это раскат грома после выстрела он получается звучный такой а когда с видом от наводчика то это какой-то пшик вот поподробнее хотелось бы остановиться на выстреле т-62 так давайте прибавим звука еще разок несмотря на то что выстрел из прицела наводчика по звуку не напоминает выстрел вообще доля реализма какая-то в этом в принципе есть я вот на ю тубе нашел видео где стреляет и 55 у него калибр правда немножко поменьше но все таки вот понимаете в чем дело можно сколько угодно выкручивать громкость этого звука он все равно не будет казаться выстрелом он ну галимый какой-то откровенно говоря звук ну вот смотрите вот эта синяя штука это громкость звука видите что здесь на выстреле реального танка я ее убавил ну почти на самый низ на выстреле игрового танка я ее прибавил на самый верх давайте я сейчас еще добавлю децибел подкинем чтобы были в игрового звука хоть какие-то шансы видите здесь вот эта штука не горит здесь сжатие дорожки которая добавляет звук в вегасе не знаю почему это называется вот здесь что-то и нет давайте добавим здесь давайте добавим двина вот 11 двин по 12 давайте добавим это уже совсем уже край я даже не знаю сейчас надо колоночки наверно убавить вот вы видите да насколько нужно было прибавить звук выстрела чтобы он стал примерно вот по звуку и по раскатистости похож на звук выстрела реального танка то есть это колоссальная разница вот в армате танки звуком выстрела переигрывают в картошке танки звуком выстрела не доигрывают конкретно не доигрывают я этим звуком прям не верю а вот они какие-то пороховые они какие угодно только это не выстрелы танков вот вообще ни разу не громкие окей переходим к звукам попаданий в танк вот только что было каких-то два приглушенных вот первый так точно был приглушенный остальных звука пробития брони я не знаю почему и зачем эта игра приглушает половину звуков попадания в танк вот отличный звук не пробития брони был только что как будто знаете в чугунную какую-то кастрюлю из рогатки камешком выстрелили а вот это похоже на удар молотком по чугунной батареи в соседней комнате а я понял приглушение звука в момент попадания какого-то снаряда фугасного или чего-то подобного это типа эффект оглушения что ли очень на то похоже но лучше чем ничего не ну звуки попаданий ушами наводчика звучат так как будто ты сидишь что в чугунной вани то в жестяной а по тебе разного размера камнями бросаются с одной стороны вроде звуки забавные и смешные а с другой стороны ну это попытка воссоздать внутри танковую акустику в момент попаданий правда вот реально соглушениями косяк они какие-то неправильные либо все звуки приглушают когда он тебе начинают говорить что-то твои члены экипажа лучше бы они молчали есть пробитие есть оставить цель попадание трикосер повреждение гусеницы шанс разрыва увеличен да определенно эффект оглушения здесь есть он конечно не супер он так себе но с другой стороны это пока что единственная из трех танковых игр где эффект оглушения хоть как-то воссоздан а вот каким он должен быть на мой взгляд вот что-то типа этого подводя итог и звуков world of tanks могу сказать что в целом мне понравился звук двигателей отлично звучат как со стороны так и изнутри танка мне понравились звуки попаданий по броне особенно изнутри танках хоть это и ансамбль сыгравший на сковородках кастрюлях чугунных казанах в ваннах и мусорных баках опять же но все равно количество звуков в общем-то достойно что не понравилось но звуки выстрелов на мой взгляд должны быть громче и более такие красочные раскатистые а так они какие-то ну я опять же повторюсь как порох такой как будто воспламеняющийся вообще похоже знаете на пистоны которые вот были в далеком детстве не вот эти мажорные которые там под револьверчики такие красные круглые а старые советские где просто сера была каплями нанесена на бумажную ленту и когда боёк на пистолете ломался а лента оставалась лишняя ее клали на табуретку били по ней ложкой или чиркали по ней ложкой чтобы эта штука воспламенялась вот почему-то у меня звуки выстрелов world of tanks вызывает именно вот эту ассоциацию с этими старыми советскими лентами в этом видео я не затронул тему озвучки экипажа потому что в целом она мне нигде не нравится экипаж в этой игре он просто доносит до вас какую-то информацию он произносит одни и те же фразы одним и тем же тоном одними теми же голосами хотя даже в этом плане у картошки преимущество потому что у них есть национальная озвучка экипажа то есть если вы играете на французском танке танкисты будут кричать и говорить что-то на французском если на немецком то по-немецки и так далее чё лопочут непонятно но в общем и целом это конечно же плюс к атмосферности советские танкисты озвучены голосом какого-то терминатора вообще идеальной озвучкой танкистов для игр стала бы запись где-нибудь 150 разных фраз на каждый случай боевой ситуации которые бы рандомно выдавались игроку в уши то есть ну чтобы не было ощущение что раз за разом ты слышишь одну и ту же фразу одним и тем же тоном если же ставить вопрос в какой игре звуки лучше то тут решить поможет все только голосование то есть потому что ну на вкус и цвет поэтому в комментах пишите звуки какой игры вам понравились больше всего чего по вашему мнению не хватает звуком этих игр да и в принципе чё нибудь жмите чень спешите и все такое а Союз, воевайс-казы командили точку. Танк уничтожен.